Добрый вечер! Депутаты Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь от Гомельской области лечат метазгодным унести коррективы в законодавчие акты, которые регулируют деятельность предприятий с великой колькостью инвалидов. Такая думка прогучала по час сегодняшней встречи депутата Виталя Шилова с коллективом Гомельской сетлотехники. Ситуация на предприятии ознайомился Олег Сентюров. Предоставляют по Чепуреческого завода, скажем, гвозди собирать, метизы комплектовать. Руденск, вот это тот же самый, фонарики собираем. То есть слепой человек может на ощупь понять и определить, и собрать этот узел. Работаем дальше. Разом с тем, на светотехнице погаджаются. Такое взаимодействие к кардинальным членам ситуацию не выратое. По всяким разе забеспечить полную и постоянную занятость пакульт не отримывается. В ближайший час предприятие плановит начать выпуск светлодиодных святиньев, але и гэтой продукцией полной загрузки не забеспечить. И аж еще один проект, який пакульт так само знаходится у стады узгадненья. Поставка сядиньев на минский стадион «Динамо». Причем, это не перша спроба наладить в творчестве таких вырубов розных модификаций, але далеко не все и они заканчивались остановчим. Один из проектов, який так и застався на паперы, узоры вось гэтых сядиньев предоставила итальянская фирма, але выпускать их оказалось экономично нематозгодным. Кап затраты купили, потребны вельми уже великие объемы реализации. Основная проблема гуманской светотехники таеж, что и на инших предприемствах, где больше працующих инвалидам, цебе кошт вырубленной тут продукции вельми уже высокий. Что тысяча и льгот, то на самим заводе их называют эфемерными. Шматайки, сформированные еще в советской часы и во умовах рыночной экономики, корысти практически никакой не приносит. Подчас встречи с коллективом депутат палаты представников Виталь Шилов погоджается. Сегодня потребны иншие подоходы. У речи головная задача таких предприемствов – фрацовная реабилитация инвалидов, что далеко не заседает, поведая иншей мэте – отреманию высоких прибытков. Подать этот вопрос в профильную комиссию, мы, конечно же, этим возможностью воспользуемся. И рассмотрим с целью внесения или предложения в профильное министерство для возможного, конечно, освобождения или предоставления определенных преференций для предприятий, на которых работают в основном более 50% инвалидов. Мы протягиваем цикл сюжетов, призвеченных 100 годзю с дня заснования белорусской милиции. У центра уваги – подвиги гомельских милиционеров, история становления ведомства, досягнений супрацовников и гучные криминальные справы. На початку Великой Айчиной войны территория гомельской области оказалась под натиском немецких оккупантов. Солдаты армии вермахта крок за кроком подпаратковывали сабе новые белорусские земли. Одной из пирожков для фашистов стали изнишальные батальоны, які змагались с диверсийными и парашютно-десантными группами противника. У состав таких батальонов увайшла и значная частка супрацовников гомельской милиции. Про их – наступный сюжет. 24 червяня 1941 года Советом народных комиссаров СССР было выдано постановление об мероприемствах поборать с беспарашютными десантами и диверсантами соперника у профронтовой полосе. Менавито гэта дата и лічится отправной кропкой в истории створения знишчальных батальонов. Праз два дни у Гомельской области было створено 19 ликвидационных групп, агульной колькостю свыше 2500 человек и 18 таких формирований на территории Полесе. Среди активно действующих истребительных батальонов сражались с гитлеровскими десантами и передовыми частями вертмахта необходимо отметить отряды заместителя начальника уголовно-розыска гомельской милиции Соловьева, начальника уголовно-розыска управления милиции Полесской области, действующего в Мозырском районе Никитина, начальника Паричевского районного отделения милиции Трояна и многих других. Бойцы этих командиров наносили существенный вред фашистам. Супрацовники гомельской милиции, які увайшли у состав знишчальных батальонов, поспеху возмагаляся с ворогом по усіх на керунках фронту. Одным з наиболь знакомитых стал Парыцкий, яким командовал начальник мясцового райотдела Макар Троян. Уже у канцы червеня бойцы гэтага батальона знишчали ворожых диверсантов, а у Липене вяли бои за вангардом немецких войсков, який складався з некольких танков, бронемашин и пехоти. Соединившись со взводом армейским, который был вооружен двумя пушками, он принял весьма смелую решительную операцию, которая увенчалась успехом и были освобождены Паричи. Это был один из ярких примеров вообще в начале Первой Великой Отечественной войны. Это можно сравнить с маленькой Брестской крепостью. Они смогли захватить 8 бронемашин, 1 танк, 1 танкетку и 7 пулеметов. И достаточно уничтожили живой силы противника. При долучении от Рада до 6-й червоной армии бойцам батальона с уместными намаганиями удалось выбить фашистов с Паричау. Потом было навод наступление у бок Бобруйска. Однако ворох подтягнул резервы и бойцам батальона разом с червоной армейцами знову пришлось отступить. Лишь с ценой больших потерь живой и техники силы при поддержке танковой авиации гитлерцам удалось захватить поселок. Но тем не менее за мужество героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, большая группа истребительного батальона, включая и трояна, были достойны правительственных высоких наград. Шмат бойцов знищальных батальонов у тем лику и сопрацовников гомельской милиции отримали за свой героизм и отданность радиме медалей и узнагороды. Людям того часу присвечена книга Галины Астаховой, дачки, командующего Парицким знищальным батальоном Макара Трояна. Выдание вышло в свет в 2016 году. Александр Гамоля, Сергей Негеревич, Александр Харлам. Специалисты ведомства, отказных за оборону детей. В 2016 году на территории в области зарегистровано около 19 тысяч выпадков травмирования неполнолетних. 102 детяти загинули. Самая распоусюдженная причина смерти – асфиксия. Дети так само стали аквярами 45 дорожно-транспортных здоровья. Шастера потонули. Анализ причин смерти и травматизму детей показывает, наибольшей их причиной з'является отсутность контроля сбоку батьков. Дорослые так само недооценивают необходность творения беспешных умов проживания детей. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, потому что уже в этом году погибло пять детей. Причины различные. Это, соответственно, и психологическое состояние подростков, это, соответственно, и то, что недосмотрели родители. Это ряд вопросов, которые связаны с воспитанием именно родителями своих несовершеннолетних детей. По выниках посяжения комиссии по справах неполнолетних а был выконкам, а заотсверженный протокол доручениям, а так само заворот до батьков. Разгорнутый сюжет на эту тему глядитесь сегодня на телеканале «Беларусь-Шатыры» в 20 годах. Дякую за воротование моего життя. Акция под такой назвой сегодня стартовала в Гомельске медицинском университете. Я ее удельники, студенты и педагоги, які вырошили стать донорами на безвыплатной основе. Под рабязностями Волода и Ганна Ковалева. Олеся Рыжанкова будучи терапевт. Водшица на шестом курсе медицинского университета. Але уже зараз вырошила рушить услед клятве Гиппократа и упершу неужити стать донором крови. Я недавно совсем узнала, что в нашем университете это проводится. Я хотела в том году, но я не успела. И в этом году я сразу же ринулась правком, чтобы записаться. Медики, мы должны помогать людям, как в халате, так и без него. Я надеюсь, моя кровь кому-то пригодится. Акция безвыплатного донорства у гомельских ВНУ проходит опошние пять годов. С инициативой выступила гомельская станция переливания крови. С тех часов ее супрацовники двучи на год. Тут звыклые гости. До речи, в медицинском университете компанию студентам складают и педагоги. А мальза усюда улику у дельников акций и сам ректор Анатоль Лызиков. Упершу неу кровь сдал еще в 18 годов. А сегодня уже гоноровый донор. Когда я учился в медицинском институте, это была у нас такая же акция. Было постоянно. И мы с удовольствием ходили сдавать кровь, потому что мы знали, как будущие врачи, о том, что мы оказываем помощь больным. И я очень долго с гордостью носил на лацкане пиджака бронзовый значок «Донор СССР». Такое было, надо было сдать больше, по-моему, шести-семи раз тогда за это. Поэтому я очень горжусь. Это моя первая награда. Часом, с оправдой, возникает экстра на необходность у крови пылной группы. У таких ситуациях сопрацовники станции сами звертаются до постоянных доноров с просьбой об допомозе, якой у гэты момент действия чекает хворый человек. Одна доза крови может помочь какому-то больному во время операции, допустим, кровопотеря. И в родзале женщины, которые кровотечение случается. Или больному ребенку, который в тяжелом состоянии. Плюс из наших препаратов крови делают и тромбоциты, которые идут, опять же, для лечения тяжелых больных. Даже свою лепту ты внес, ты помог одному человеку. Это же уже большой плюс. У гэты день свою кровь охверовали каля ста студентов и выкладчиков. До речи, безвыплатным их донорство можно назвать умовно. Букожный отрымал солодкий паёк, грешовый узнагороду по мере 18 рублей и прыгим на сувенир, флешку на 8 гигабайт. С жаданем сдать кровь, гамильчане звертаются и на саму станцию. В минулом году таких выпадков было омаль 2,5 тысячи, а за первый месяц этого года омаль 150. Дребись это может и любой из вас при отсутствии сопротивопоказаний. Для этого требует прийти на станцию переливания крови с пашпортом. До речи, сдать кровь можно и на платной основе за 80 рублей. Але, як показывая практика для доноров, это худший жест до помоги, яким може вырытывать человеческое житё, чем способ заробку. До того ж, сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора. Як профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы, навуковцы у ходе обследования высветлили, что у тех, кто регулярно сдает кровь, инфаркты возникают в десятки разу радей. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Угумель». И знову на телеканале «Беларусь-Шатыры» программа «Добрый вечер, Гомель». Только теперь интерактивная, упромым эфиры. У Международный день родной мовы размова про учора, сёння и заутра беларускага слова. Грунтовна и с жартом, сурьёзна и в процессе гульни. Сёння ведущая Сергей Красноборот и Алена Траценко пожадают доброго вечера Гомелю по-русску и по-беларуску, обеднают на одной пляцовце сурьёзную размову и гульню. А гости программы, досвеченные юные гомельчане, поделятся секретом, чему их муза наткняет на творчость миновита по-беларуску и разом с лидачами поспробуют знайсти отказы на каверзные и весёлые молные пытания. Глядите добрый вечер, Гомель, сёння у 20.35 на «Беларусь-Шатыры». Неустойливым и ветраным будзе надворья на грытым тыдни. Святочные мероприемства из нагоды 23 лютого на открытым поветрою могут сапсовать дождь и мощный ветер. Температурный фон будзе утрымливаться высшейши за климатичную норму и отповядать значениям соковика. Сёня в ночи будзе от минус 4 до плюс 1 градуса. Завтра у день до 5 градусов тепла. На 23 и 24 лютого в регионе обвешаны оранжевую зровень небеспеки. Прогнозуется мокрый снег и дождь. Парывы ветру до 15-20 метров за секунду. Поветро прогреется у четвер до 7, а у пятницу до 10 градусов тепла. У масленичной выходной надворья не порадуя. У прогнозе синоптиков опадки, дождь и мокрый снег, слабый туман и гололёд. Температура поветра в нашей складе до 6 градусов морозу. У день шакается от минус 2 до плюс 3. Выники работы за минулый год сегодня подвяли подчас коллеги областного управления физической культуры, спорту и туризму. Задача, поставленная перед физкультурно-спортивными организациями в области на 2016 год, отрималася выконать. Забеспечен необходимый объем экспорта туристических послуг. Досягнуты, бодай, самый важный покажек – завоеваны олимпийские медали. Из Рыя Дежанейра гомельские спортсмены привезли 4 узнагороды. Три завоеваны на Олимпиаде, одна на паралимпийских гульнях. Увагуле на чемпионатах, губках и первенствах Европы и света представники нашего региона завоевали 108 медалей. С головных задач на бегущий год – дальнейшее повышение туристической привабности Гомельской области и подрихтовка спортсменов да престижных споборництвов. У Лепени в Турции отбудутся дефолимпийские гульни. Не за горами – и зимовая Олимпиада 2018 года в Пхенчане. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.